В Индии астрологи используют систему Бригу-Самхита для того, чтобы предсказывать будущее человека. Значит ли это, что наша судьба предопределена? Бригу был одним из саптариши. Он заглянул в будущее и сказал, какими будут люди, сделав предсказания до конца времен. Говорил ли он о вас? Нет. Он говорил о человечестве, о том, как оно будет развиваться, что оно будет делать. Со множеством комбинаций и перестановок. Если произойдут одни изменения, тогда случится одно, если будут другие, тогда другое. Таким образом, он написал карту. Я бы хотел, чтобы вы рассматривали это как эскиз. Предположим, вы делаете набросок карты движения ветра. Здесь зона низкого давления, значит, что мы знаем, что ветер будет двигаться туда. Зона высокого давления означает, что мы знаем, что ветер будет двигаться оттуда. Таким образом, он составил карту человечества. Если человеческое сознание оплодает определенными свойствами, оно будет искать определенное чрево, привлечет к себе определенного рода события, произойдет одно, а другое. Он очень тщательно описал все это. Это получило название «бригусамхита». Это карта человеческого сознания до конца этой солнечной системы. Как будут развиваться люди? Какие типы людей появятся? Какие факторы будут влиять на все это? Он обучил людей читать эту карту. Сложная карта состоит из определенных символов. Например, вы видели топографическую карту? Необычную. В геологической службе Индии или в США есть такие карты? Видели их? Для того, чтобы прочитать такую карту, потребуется определенная подготовка. Там все написано. Или, знаете, аэронавигационные карты. Они очень сложные. Если вы хотите перелететь из одной части света в другую, существуют аэронавигационные карты. Если вы прошли достаточное обучение, я прошел это обучение и сдал экзамены. Но не думаю, что смогу успешно переместиться отсюда, скажем, в Южную Америку, потому что планета круглая, она вращается, часовые пояса меняются. Все это учтено на карте. Тот, кто знает, как ее читать, через две минуты будет знать, что делать, запишет координаты и разберется, в каком направлении двигаться. В противном случае, если вы не знаете, как ее читать, вы проведете дни и месяцы, изучая ее, но так ничего и не узнаете. Так что, когда он писал эту сложную карту человеческого сознания, он обучал людей с определенным измерением интуиции читать ее, потому что в ней не все подчинялось законам логики. Эти люди сохранили традицию. И... Неважно, насколько вы скептичны, они скажут вам в лицо то, что заставит вас почувствовать себя идиотом. И, к сожалению, это правда. Вы садитесь там, перед Надей Вадей. Первое, чем он вас шокирует, это назовет имя вашей матери и отца. И вы повержены. Потому что вы откуда-то приехали, неважно, из какой стороны. Он скажет первую букву. Он может не знать, что вы Сюзанна или Таня, но он скажет, ваше имя начинается с Т. Да? Потому что он не смотрит на ваше прошлое или будущее. Он просто читает карту. Читая карту, он может сказать, вот температура, вот высота, одно, другое. Но это интуитивная карта. Он может сделать это, только если находится в определенном состоянии. Так что это всегда должно происходить рядом с храмом. Храм Вайтишваран был создан для этой цели. И обычно все это происходило вокруг него. Сейчас в коммерческих интересах они перемещаются повсюду. Возможно, это уже не будет работать настолько эффективно. Но есть те, кто очень точен в своих предсказаниях. Но если вы на духовном пути, он откажется предсказывать ваше будущее, если он настоящий предсказатель. Так что, если он расскажет вам ваше будущее, это означает, что вы все еще не на духовном пути. Итак, предрешена ли судьба? Судьба — это не то, что определяется кем-то другим. Это ваша собственная карма. Ваше программное обеспечение работает определенным образом. Поэтому естественно, что оно будет функционировать именно так. Предположим, у вас на компьютере есть определенный тип программного обеспечения. Что бы вы ни делали, оно будет делать одно и то же. Не так ли? Но могу ли я разбить компьютер и остановить все? Да, но если вы вставите старый жесткий диск в новый компьютер, там будет происходить все то же самое. Если я сделаю предсказание и скажу, что вы проживете 80 лет, а сегодня вы спрыгнете с горы, через какое-то время мы купим вам новый компьютер и установим на него то же оборудование, то же программное обеспечение, тогда будет происходить все то же самое, ничего нового. Поэтому они смотрят на эти аспекты жизни и пытаются интерпретировать их в физических терминах, что является лишь предположением, в котором всегда могут быть ошибки. Эта интерпретация не всегда может быть правильной, но чтение, фундаментальное чтение, что такое высота и так далее, верно. Как это интерпретировать? Это компетенция отдельного человека. Не все могут интерпретировать одинаково. Итак, вся эта наука предсказаний развелась по учению Брига Самхита. Если вы находитесь на духовном пути, они откажутся предсказывать. Для вас не существует предсказаний. Вы не принадлежите этому диапазону. Субтитры создавал DimaTorzok